В Москве прошла пресс-конференция перед боем Магомед Исмаилов-Иван Штырков. Давайте представим, что это видео с нее посмотрит Дэйна Уайт. Давайте представим, что это видео посмотрит журналист ESPN Брэд Акамото, и мы уточним для него, что здесь атлеты уровня Тиаго Сантоса или Йоэля Ромеро. Они меня точно не знают. Иголки падают. Вот, так, иголка ушла, да? Давайте представим, что это видео посмотрит какой-нибудь знаменитый фанат ММА из Америки или Европы. Меня зовут Вадим Тихомиров, я журналист, и если вы думаете, что это видео еще один ролик про то, что в России якобы все плохо, а в UFC хорошо, то неа. Это видео про то, как мы сами даем фору западным промоушенам, отодвигая себя назад. Давайте по порядку. За карьерой Магомеда Исмаилова, который будет драться с Иваном Штырковым, я слежу с 2016 года. И если вы не помните, то тогда у него было 150 тысяч подписчиков в бои за грустные гонорары с такими же грустными соперниками. Магомед Исмаилов мог бы оставаться среди еще 30 или 50 таких же перспективных средневесов, пахать и ждать, пока его кто-то заметит. Но Магомед стал вызывать Владимира Минеева, снимать смешные видео, и надо понимать, что это была серьезная работа над собой. Вот вам для сравнения отношения Магомеда к интервью в первые годы его карьеры. И рядом со мной сейчас находится Магомед Исмаилов. Это чемпион России ММА 2012 года. Магомед, только что у вас закончился бой. Скажите, пожалуйста, как ваше самочувствие? Чувствую себя хорошо, удовлетворительно, неплохо, слава всевышнему. Бой прошел, как и планировалось, неплохо, как надо. Ну, как по маслу, одним словом. Все прошло по плану, как мы готовились, как мы предполагали, что должно быть так все и получилось. Слава всевышнему. Так что, надеюсь, я оправдал и удовлетворил ожидания своего тренера и всех, кто за меня болел. Даже элементарное интервью ему отправляют. Владимир Витальевич, напишите, я не знаю, что писать. Он мне отправлял, я просто не выписал, отправлял обратно эти интервью. Я думаю, что для бойца ММА снимать смешные видео со своим участием – это так же смело, как для обычного человека провести бой по правилам ММА. Магомед не испугался и блестяще отыграл образ брутального дагестанца, который не боится смеяться и иногда выглядеть смешным. На МАГу обратили внимание, и оказалось, что это еще и средневест европейского, а может быть и мирового уровня. Мне кажется, что многие не понимают одной детали. Юмор Магомеда – это просто ключ. Он открыл им дверь в элиту российских бойцов УМА, и сейчас он уже может пользоваться или не пользоваться этим ключом, вертеть его в руках, успокаивать нервы. А Магомеда Исмаилова как будто бы просят раз за разом проворачивать его в замочной скважине. Я думаю, что нельзя быть смешным с одним и тем же набором шуток на протяжении трех лет. Профессиональные комики для этого, как сами говорят, готовят новый материал. А профессиональные бойцы просто могут чуть сильнее переключаться в режим профессиональных бойцов. Тем более Магомед Исмаилов и Иван Штырков – это реально топ-бой, и про него можно поговорить и поспрашивать. Но первый вопрос из зала на пресс-конференции звучит только спустя 35 минут после начала. До этого мероприятие вел президент лиги Алексей Яценко, и вдруг я хотел бы быть правильно понятым. В лиге Алексея Яценко, которая называется ACA, происходят реально крутые бои, без вопросов. На хороших площадках, с хорошими видеороликами и хорошей картинкой, с бойцами очень хорошего уровня. Но мне кажется, что Алексей обжигается на одной очень распространенной вещи. Я давно заметил, что когда пилот сажает самолет, к нему никто не подходит и не говорит «давай я». Когда хирург делает операцию, ему не говорят «можно я попробую тут отрезать». Но когда речь идет о ведении мероприятий, написании текстов и попытках шутить, этим занимаются не только те, кто умеет, а те, у кого возникает такое желание. И это не всегда хорошо. Магомед и Иван в этих рамках должны были говорить абсолютно размытые вещи. Переслушайте самые первые 35 минут и попробуйте понять, что отсюда можно поставить в текст новости. Да, бои действительно не обязательно сопровождать крыш-током и оскорблениями, но Дэниел Кормье и Степи Меочич, Хорхе Масвидал и Нейт Диас, Макс Холлоуэй и Алекс Волкановский вроде бы тоже уважали друг друга, но у них напряжение можно было резать ножом, и ты реально чувствовал, что они собираются делать друг другу больно. После пресс-конференции Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова спрашивали еще около часа. Про спарринг партнеров в Дагестане, про допинг-контроль, про 3,5 раундов, про конфликт Адама Индива и Сергея Харитонова, про то, что Мага Исмаилов рос в Свердловской области, то есть на Урале, про то, сколько весит Иван Штырков, который выступал в трех весовых категориях. И это не потому, что журналисты приставучие, а потому, что Лига ACA организовала реально большой бой и чуть не утопила его в попытках 35 минут шутить вместо пресс-конференции. Если в ответ на это Лига решит чуть внимательнее относиться к такой вещи, как Медиадень, а не лишить кого-то аккредитации, значит мы вместе пытаемся сделать российский ММА чуть лучше. Если нет, значит это попытка только с одной стороны. Меня зовут Вадим Тихомиров, подписывайтесь на мой YouTube-канал и на мой инстаграм Тихомиров, нижнее подчеркивание ММА. Спасибо, что смотрите, пока!